Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях! Стоп-кадр для вас. Это передача Катрикадзе иностранных дел. Обаятельную ведущую «Дождя» телеканала «Дождь» Вы видите в левом верхнем квадрате. И она ведёт диалог со своими коллегами-журналистами из Берлина. Вот справа от неё это Гольденцлавик из Германии. Внизу слева Аня Немзер из Нью-Йорка, Соединённые Штаты Америки. И справа Денис Катаев из Парижа. Мне нравится, как мои, в общем-то, естественно, по отношению ко мне, юные коллеги обсуждают ситуацию, которая сейчас сложилась в мире, не только цивилизованном мире. Потому что они обсуждают, что же в голове у Путина, этого главного преступника 21 века, Гитлера наших дней, который сверломной, агрессивной войной вторгся в родную для меня и для таких же в душе, естественно, и в сердце украинцев, как ваш покорный слуга, хотя я сейчас нахожусь в Филадельфии вместе с семьёй, и рассуждают, применит ли он, может ли он применить атомное оружие, атомную бомбу или нет. Вы понимаете, как хрупок наш маленький земной шарик, когда эти доброй душой, честной, порядочной, с моей точки зрения, коллеги, журналисты, рассуждая о том, что сейчас может твориться в голове у недочеловека, которого называют и бункерным дедом, и как угодно. Одним словом, преступник. Он преступник и есть. Недочеловек. И как хрупок наш мир, когда вот такое рассуждение на полном серьёзе, естественно, идёт между Нью-Йорком, Парижем, Берлином. И Екатерина Катрикадзе тоже, естественно, не в Москве, как и её коллеги. А в Москве сейчас журналистам, если они действительно журналисты, находиться очень и очень опасно, потому что те, кто не согласен с путинским преступным режимом, или в тюрьме, или за рубежом своей родины. Они вынуждены были покинуть Россию. Вот такие горькие рассуждения. Сейчас у нас в Филадельфии уже заполночь, уже три минуты, как восьмое февраля, уже не седьмое у меня тоже. И Бог даст с Новым Днём будут и новые позитивные сообщения с театра военных действий. И это только будет приветствоваться, потому что в мире хватает и без воин-катаклизмов у всех на устах трагическая, драматическая новость номер один о катастрофе в Турции от чудовищного землетрясения, где уже сообщают о пяти тысячах погибших под обломками от землетрясения людей и объявлен траур, общий в стране траур, если не ошибаюсь, до 12 февраля включительно, о чём уже заявил и обращался к нации, обращался к человечеству о помощи президент Турции Эрдоган. Несчастье, катастроф в нашем маленьком подлунном мире предостаточно. Дай-то Бог, чтобы наступивший уже в Европе день, а у нас с родной Украиной семь часов разницы, с Москвой восемь, дай-то Бог, чтобы наступивший день всё больше и больше поднимал на протесты, на борьбу с режимом россиян, которых, в общем-то, поддерживает, естественно, тех, кто борется, цивилизованный мир, но таких в самой России, увы, очень и очень мало. Будьте все здоровы, несмотря ни на что, повторяю, оставайтесь оптимистами. Искренне, ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев у меня уже так же, как и в родной Украине, 8 февраля 2000 военного 23 года. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. И я постараюсь, конечно же, чтобы вы имели представление, записать хотя бы небольшой фрагмент этого Ньюсрум дождя. Пока, пока. Продолжение следует...